Орел и Решка отмечает свое десятилетие в Мексике, городе Канкун. 25 зрителей Решки проведут здесь неделю. Каждый день их ждет программа приключений в стиле Орла и Решки. Когда речь идет о озере с крокодилами, какая разница, кто первый? Я прям какие-то видения видела. Орел и Решка! Участники поездки прикоснутся к созданию проекта, познакомятся с родителями Решки и ведущими проекта. И все это ежедневно будет снимать команда Орла и Решки. Это реалити проект о приключениях зрителей Орла и Решки в Мексике. Конечно, эмоции уже не то, что вот так, а вот так. Если еще к этому шоу прибавиться, я вообще с ума сойду. Сегодня участники познакомятся с одной из ведущих Орла и Решки Алиной Островской. Вместе отправятся в путешествие по Карибскому морю. Просто невероятные эмоции. Вместе исследуют остров Исла-Мухерес. Вместе узнают обратную сторону работы мечты. Из воды только вылезли, я тут два шага поделал и что-то так. Очень интересно. Может кого-то выберем на замену Зайцевой. Тут очень хорошие претенденты есть. В часах тем утра, мой день начинается не с кофе, мой день начинается с зарядки с Алиной Островской. Так что бегу и немножечко опаздываю. Смотри, у меня очень часто познакомятся с Алиной Островской. Ты смотрел, да, с ней с сезона? Я смотрел с ней с Колей с сезона, да-да-да. Ну посмотрим. Доброе утро, друзья! С вами я, Алина Островская. Это самая сумасшедшая, которая просыпается в 4-5 утра заниматься зарядкой. Сегодня мы вас пожалели, встали в 7 утра. Но я вижу, что вы такие счастливые, что можно было начинать из 4-х. Вы какие-то все неприлично встроенные, довольные. Сейчас мы это исправим. Я шучу, будем просыпаться плавно, бережно к своему телу. А чтобы себя пробудить, надо себя погладить, поблагодарить, что вы сегодня сюда вообще пришли. Почувствовать мышцы шеи, запустить кровоток, гладим себя, просыпаемся. Самомассаж – это всегда хорошо в любой области вашего тела. Алина дальше никого не щадила. Все старались, как могли. Укачиваем ее хорошо, чувствуем, не жалеем себя, чтобы потом ничего не болело. Спинку стараемся держать ровнее. Она, конечно, скручивается у нас. Держим, дышим, слушаем, какая музыка играет. Господи, как красиво. На жаркую решковскую тренировку собрались зрители. Это главный менеджер клаб МЭТ. Он с самого утра контролирует подготовку отеля к активному дню. Территория огромная. И чтобы все успеть, ездит на самокате. Восемь, девять. Лучше поздно, чем никогда. Еще выдох. А теперь плавно, медленно опускаем ножки наверх, не кидаем, дышим. Медленно-медленно несем их вниз. Еще. Еще ниже. Отлично. Вниз. Так, молодцы. Ножки вперед, чуть раструсились, пообещали им, что больше такого ада с ними не произойдет. Вытягиваем вперед правую руку. Вытягиваем вперед левую руку. И аплодируем себе за то, что вы сегодня сделали это со мной. Молодцы. Ребята заметно взбодрились. К активному морскому дню готовы. Время собраться. Ведь через час выезд. Привет. Проходите. Мои красивые апартаменты. Это Нина. С ней мы вас еще не знакомили. Москвичка. Организатор путешествий и покорительница Вейка. Я считаю, этот номер просто прекрасен. Он очень красив. Во-первых, цвета. И главное, что меня подкупило безумно прекрасно. Когда я зашла и увидела, что здесь в подарок лежит вот такой блокнот. Но, в общем, это сильно. Фрида Кало – самая популярная мексиканка во всем мире. Страсть авангардистки к красивым деталям отражена даже в этом номере. Я очень люблю все, что связано с Фридой и ее жизнь. Она безумно интересная. Это еще одна фишка отеля. Каждый корпус выполнен в разных стилях. Ну, в общем, мне здесь одной полной кайф. И самый главный кайф, конечно же, делать вот так. Сегодня я проснулась с открытыми занавесками, потому что здесь просто феноменальный вид. Вообще, Карибское море, конечно, оно, я считаю, что по своей красоте оно одно из самых красивых в мире. Но и вы сами это видите, что это просто сказка. КОНКЦУР КОНКЦУР Это 45 оно у них было несколько лет назад. КОНКЦУР Когда Клемет Канкун начался, это был первый отель на территории Канкун. Вот здесь, только в начале, пару buildings, не много растений, не много воды, и все отельки Канкун были закрыты. Никаких отель. Это был единственный отель, лучший отель. И на сегодняшний день это еще самый лучший отель. Потому что, посмотрите, сейчас, это полный отель. Вы имеете 260 отель. Не только отель, это лучше. Мы были только отель в Канкун. И на сегодняшний день мы видим сель, и сель. И сель здесь и все по полной области. Сель-ель это второе-молочное селье в мире. Номер один в Астралии. Второй сель здесь, в Клемет. 20 человек сюда. Заходи. Раз, два, три. Вперед на катамаран. Новый день, новое впечатление. Мы отправляемся сейчас на катамаран, пока не знаем, какой из этих катамаранов наш. И вот когда он выйдет, и будет такая музыка. Та-та-та-дам. Будем считать, что сегодня наши участники бонусом получили золотую карту. В Карибское море ребята выйдут на большом катамаране от компании «Канкун Сейлинг». Места хватит и нашей большой компании участников, и съемочной команде «Орла и решки». Тесно не будет, а будет весело и очень красиво. Каждый сможет ощутить себя на месте ведущего с безлимитной картой. Призвали на катамаран. В последние 50 лет рифы Карибского моря утратили до 80% своего кораллового покрытия, они практически погибли, а интерес туристов к ним не уменьшается, поэтому мексиканцы стараются уберечь морскую природу и избавить ее от любой химии. Мы сейчас находимся внутри нашей яхты, нашего катамарана. Я буду называть яхтами, мне так прикольнее. Я не знаю, что такое розовое у нас в бокале, но я попробую и скажу, что это. И сразу шатать начинает. Что у нас внутри? Водка. Аааа. Обязательно. Грейтвуд и маленький коктейль. Добрый коктейль. Я люблю. Пинк Пантер. Пинк Пантер. А, да, конечно. И теперь Пинк Пантер идет в сторону. Пройдем чуть-чуть дальше. Для команды Орла и Решки компания Канкур Сейлинг подготовила насыщенную программу. Плавание в открытом море. Снорклинг в коралловых рифах и у затонувшего корабля. Обед на острове Плайя Норте, который славится белоснежным пляжем. А давит на спину система звукозаписи или по-простому петличка. Для Алины, конечно, это привычно. Ведь за время работы ведущей Орла и Решки ей еще и не такое приходилось выдерживать. Тихо-тихо-тихо назад. Ой, блин. Мы снимали в Тель-Авиве в январе. Надо было, ну вообще мы снимали курортную зону. Никто еще не плавал, люди ходят в пуховиках. И меня заставили проплыть на фотозону в воде, которая просто, ну, мы трусились. Это непередаваемо было холодно. Режиссер со мной в итоге поплыл. И он такой, а сейчас я поплыву обратно, подниму коптер, а ты лежи, наслаждайся. И я наслаждаюсь, лежу всеми фибрами, всем достаточно моего наслаждения. У наших ребят, конечно, условия райские. Катамаран делает первую остановку посреди теплого Карибского моря. Катамаран. 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 Правда, не всем эта идея по душе. Кажется, у Насти из Сан-Франциско проявился страх глубины. Плавать умеешь? Чуть-чуть. Ну все. Ничего тебя спасут. А что он, да, с разбегу? Да, не, 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 лучше не с разбегу. Давай просто прыгай. Просто? Да. Зажимать нос? Да. Зажимать нос лучше, да. Зажми все. Да. Решится ли она прыгнуть? Бедная Настя. Кажется, она так и не решится. Давай вдвоем хочешь? Давай вдвоем. Давай вдвоем. Катамаран направляется к коралловым рифам. Совсем скоро мы увидим подводную жизнь Карибского моря. Но только вот Кате кажется не до плавания. Из воды только вылезли, я тут два шага поделал и что-то так. Очень интересно все. Головокружение – это самый распространенный симптом морской болезни. Она-то и началась у Кати. Тебе надо не лежать с закрытыми глазами. Тебе нужно сесть и посмотреть на то, что не двигается. Видишь? На горизонт. На линию горизонта смотришь. Это все остальное нестабильное. Вестибулярка реагирует на нестабильность. Тебе еще больше тошнит. Неподвижный объект. Слушай, смотри на него. Вот и лайфхак от опытной морской путешественницы Алины Островской. Если началась морская болезнь, сядьте в носу корабля, зафиксируйте взгляд на неподвижном предмете и пейте по чуть-чуть воду. Обложите меня льдом тоже. Незаметно, что тебе плохо, честно говоря. Ну а по мне никогда не заметно. Ну, наверное. А я его пью и надеюсь, что будет легче. Если вас, вы подтверждены укачиванию, вы должны выпить алкоголь. Главное не останавливаться. Не снимайте меня. Не хочу. Не буду. У каждой свои методы. Главное, что и Саше, и Кате уже хорошо. И как раз катамаран прибыл к месту снорклинга. И капитан Тиары решил сделать ребятам сюрприз. Снорклинга не очень хорошая для дайвинг, но очень хорошая для спит. Вы любите, я помню. Ведь под водой их ждут не просто коралловые рифы, но и старинный затонувший корабль. Старый добрый способ, как сделать так, чтобы не спотевали очки. Протираем хорошенечко. И моем маску. Ну а дальше, перед каждым, подводный мир Карибского моря открыл свои тайны. Блин, это просто невероятные эмоции. Это, я не знаю, лучше даже, чем дайвинг. Рыбки рядом с тобой. Красота. Очень удивительно. Как-то необычно очень. Круто, мне понравилось. Это очень прикольно. Мы видели и барракуду. Мы видели много чего. Что за ребенок, спросите вы. Сейчас познакомим. Это Марк. Он отправился в мексиканское путешествие с орлом и решкой вместе с папой Ярославом. И с мамой Диной. Вместе они семья Пресежнюк из Украины. Вот как можно отрезать кого-то и сказать, что нет, ты не поедешь. Это круто, когда с семьей ты можешь разделить свои впечатления, разделить свои эмоции. Я не знаю, как можно не взять с собой семью. Мы на Франции ели. Боже, какое это было. Боже, мы заказали их случайно. Потому что они могли перевести меню. Мы не могли понять, что мы заказываем. Продюсер подготавливает все локации, куда мы в итоге поедем. И вот у меня был любимый продюсер Роман. Потому что у Романа была игра. Он знает, что я не ем мясо. И он в каждой стране находил мне какую-то вот фигню, жесть такую, которую вообще невозможно с открытым носом и глазами съесть. И для него был челлендж. В любой стране найти мне какое-то говно, которое будет омерзительно, невкусное. И он такой, мы приезжаем, он такой, Алечка, я нашел для тебя вкусняшку. Мы работаем мечтой, как всегда. Нашим участникам повезло. Ведь с компанией «Канкунг Сейлинг» обед будет на райском острове Исла Мухерес, где их ждут блюда мексиканской кухни и возможность позагорать на белоснежном пляже. Олег, давай-ка я тебе лысинку намажу. Я же переживаю за тебя. А куда мы идем? А мы идем кушать. Такос, это, кстати, мексиканская такая фишка у них. Но так много лука я не люблю. Ребята, кстати, в Мексике почти все «спайси». А мне кажется, они с перцем рождаются просто. Мне кажется, они просто его обладают. Но я поэтому уже пас. Яблоки? Олежка, попробуй. Мы с оператором попробовали и выяснили, что это репа. Сладкая. Но это не точно. Ну что ж, я пришла кушать? Давай. Давай, Ир. Еда едой, но время окунуться в красоту райского Карибского пляжа. Мы находимся на острове Исла Мухерес. Это совсем маленький остров, протяженностью всего 8 километров. Здесь находится очень много пляжей, но самый знаменитый – это Плая Норда. Это вообще считается резиновая карточка всей Мексики. Ну и считается одним из самых красивых пляжей в мире. Сегодня вот как раз была возможность со всеми познакомиться, со всеми участниками. И все очень разные, необычные. И я ознакомлюсь с ними все больше и больше. Но мне нравится, что каждый отважен и смел. Потому что никто не понимает, куда мы едем, но мы едем. Никто не понимает, что там нас ждет, но все ныряют. Все ведут себя так, как будто бы они действительно находятся в передаче «Орел и решка». Это радует, потому что у нас безумие и отвага. Это наш девиз. И все такие в командной игре. Мне это очень нравится. Классно. Может быть, кого-то выберем на замену Зайцевой. Тут очень хорошие претенденты есть. А об этом уже в следующих сериях. Ведь впереди еще 5 дней приключений в Мексике. Нам предстоит сегодня что-то очень интересное. Ребята даже не подозревают, сколько нового они узнают о Мексике, проекте «Орел и решка» и «Друг о друге». Похоже, меня заколдовали. Вообще потрясающе. Точнее обнуление. Субтитры создавал DimaTorzok